А можно уточнить у вас? Вот сейчас многие аналитики военные говорят, что Харьковская операция может войти в учебники по военному искусству. Как вы считаете, ну я так понял, что вы с этим частично или полностью согласны, а объясните почему? В чем вот, в чем реальный успех в военном плане именно этой операции? Ну вы совершенно правы, я согласен с этим. Я думаю, что это действительно одна из, ну скажем так, может быть не гениальных, но исключительно талантливо проведенных операций с точки зрения военного искусства. И началась она ведь не 5 сентября, замечу, а началась она 10 июля, когда господин Резников, министр обороны, сообщил о том, что готовится план освобождения деоккупации Херсона. И вот с этого момента, сейчас уже становится ясно, что это была операция, нацеленная на то, чтобы оттянуть российские войска из Донбасса, ну прежде всего с востока Украины, из Донбасса прежде всего, и перебросить их, не только просто перебросить на юг, но и перебросить на правый берег Неправный, в Херсонской области, где они сейчас находятся в ловушке. Так вот, по мере того, как российские войска и резервы, которые были подготовлены для операций на Донбассе, их перебрасывали на юг, в том числе, повторяю, на правый бережье, где они оказались в Машеловке. Это первое. После того, как войска, когда российские части в районе Балаклея были ослаблены, именно там оказалось, ну самое слабое место, как я понимаю, в российской обороне, оно было, линия обороны была прорвана, а вот затем начались очень интересные операции. Это операции, когда войска вооруженных сил Украины, они не задерживались на штурм населенных пунктов, они их обходили, перерезали коммуникации, которые связывали эти населенные пункты с возможными путями снабжения и так далее. И это позволяло экономить время, достаточно стремительно продвигаться вперед, что и произошло, потому что за пять дней войска прошли большое целое... Ну, во-первых, вышли уже к Купинску, на это порядка, ну около 70 километров, я так предполагаю, по, если посмотреть по дорогам, даже больше, там порядка 75. Кроме того, вот если смотреть на карту, как действовали вот эти наступающие части, понятно, что они, вот, так сказать, пошли по очень многим направлениям, не встречая сопротивления, а сопротивления не встречали, потому что не задерживались на штурм населенных пунктов, тогда такой штурм чаеват всегда большими потерями и задержками по времени. А если такое стремительное наступление происходит и имеет место, то тогда противник впадает в панику, он теряет способность к каким-то осмысленным действиям, к переориентации, к концентрации своих собственных сил и резервов на тех направлениях, которые считаются наиболее опасными. И в результате управление войсками теряется, нарастает паника, и тут уже ничего не остается делать российскому командованию и генеральному штабу, кроме как объявлять о перегруппировке. И вот эта новая тактика, которая раньше не использовалась в войне, как я понимаю, в Украине, и вообще она довольно редко используется, ну, обычно приводят в пример такого рода действия армии обороны Израиля во время арабо-израильских войн. Но я думаю, что здесь генеральный штаб ВСУ, он внес немало творческих моментов в эту разработку. Юрий Евгеньевич, во-первых, спасибо большое за комментарии, во-вторых, немало позитивных новостей, мы сохраняем умеренный оптимизм и следим за развитием событий. Спасибо большое, не в последний раз с вами созваниваемся и общаемся на эту тему, надеюсь. Юрий Федоров, военно-политический эксперт, был с нами на прямой связи. Спасибо вам.